А вот в столице дела с уборкой снега могли бы обстоять и лучше. Но все еще не реализован проект по закупу 12 снегоплавильных аппаратов. Причиной тому стала постоянная смена Акимов, рассказали от Амикен Бизнес в канадской компании-производителя. Представители фирмы еще в далеком 2016-м презентовали бизнес-план Аделебеку Джексебекову, на тот момент столичному градоначальнику. Тогда на баланс города передали три снегоплавильные машины. Правда, на том все и остановилось. Наргиз Муратова вникла в этот вопрос и подсчитала, за сколько дней можно было утилизировать нынешний объем снега. В эту многоснежную зиму вопрос вывоза осадков как никогда актуален для главного города страны. Люди возмущаются, пишут в соцсетях. Мы же решили исследовать вопрос с точки зрения бизнеса. В Нур-Султане работают три передвижных снегоплавильных установок. Две модели Трикан-135 и одна чуть меньше производительности. Их можно использовать только на территории очистных сооружений. Полученная вода в результате топки снега проходит четыре степени фильтрации и сбрасывается в реку, рассказали в компании «Астаната-Залок». Работают машины на дизельном топливе. Их мобильность позволяет сократить плечо доставки снега для утилизации. Производитель Канады, их три, два мощностью, например, он может за смену за 7-8 часов переработать от 250 до 400 кубометров снега за час. То есть это все зависит от плотности. Дозаправку и начистку бункера и в это время идет пересменка наших работников по времени час. Интересно, что таких установок в столице должно быть уже 15 единиц. Примерная стоимость – 1 миллион долларов, уточнили нам в канадской компании. Сам проект был запущен пять лет назад. На первом этапе сделки предоставили три аппаратуры. Гарантия на каждую – 20 лет. Ко второму этапу «Акимат Нурсултана» и иностранная компания приступить не могут. Уж больно часто меняется власть в городе. Сменилось четыре «Акима». С каждой новой администрацией города мы начинаем прорабатывать все сначала. Я думаю, с точки зрения руководства города это правильное решение. Они хотят видеть технико-экономическое обоснование, чтобы это было эффективно. Но также я хотел бы заметить, что мы, как канадская компания, готовы проинвестировать в строительство вот этих 10-12 снегоплавильных пунктов, оперировать ими, что для города будет очень выгодно. Согласно данным на официальной странице столичного «Акимата», за ночь на полигоны вывозится порядка 30 тысяч кубометров снега. Этот объем три снегоплавильные машины по примерным расчетам могут растопить за 34 часа. Если же разделить весь объем вывезенного снега на те возможные 15 машин, понадобилось бы 47 рабочих дней для утилизации более 3 миллионов кубометров. Именно такой объем вывезли за город на 6 полигонов за время обильного снегопада. Два из них уже переполнены. И тогда не пришлось бы КамАЗам совершать 280 тысяч рейсов за город. По прошествии этих 47 дней уже можно было бы браться за сугробы, которые мы видим сегодня. Вот и получается, что в 21 веке в Нур-Султане работы по очистке города от снега практически ведутся ручным методом. А в умном городе, каким себя позиционирует казахстанская столица, такого быть не должно.